Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Текст у вас получается такой достаточно объемный, поэтому я буду его читать и давать комментарии. Я в разводе, есть ребенок. Как вы пережили развод, пережили ли вы его, болезненно или нет, из-за чего развелись? То есть нужно это знать, чтобы картинка более полно показывала то, что происходит. Несколько месяцев назад начались отношения с мужчиной. Ну, понимаете, весь момент заключается в том, что отношения сами по себе начаться не могут. Вы для этого что-то сделали. То есть, ну, либо приняли какую-то его активность, либо проявили какую-то свою активность. Но сами по себе отношения начаться не могут. Это факт. Поэтому, то что вы фактически так говорите, что отношения начались, это свидетельствует скорее о наличии, ну, я бы сказал, о наличии определенной бессознательности. Ну, относительно, относительно вас, относительно себя. То есть, некая погара, это, если угодно, неопределенность здесь присутствует, что отношения вроде как начались, в то же время вроде как вы и не особо этому придали, если хотите, значения. Вот. вот. Так что, здесь, конечно, нужно на это обратить ваше внимание вам. дальше, идем. Эм, значит, вы пишите о том, что он через пару месяцев приехал ко мне жить. Как-то понемногу вещи привез и осталось. Ну, опять же, вы здесь выдаёте некоторую пассивность свою, да, только что есть некую-некую такую вот без инициативность, если хотите, вот, нет, поймите правильно, не то, чтобы я считаю, не то, чтобы я считаю, что должно быть по-другому, ни в коем случае, ни в коем случае. Я думаю, что всё происходит ровно так, как хотите вы. Это сто процентов. Вопрос, на мой взгляд, заключается, ну, немножко в другом. Про заключается в том, насколько вас это устраивает, что вот это, например, произошло вот так, что он вот сам как-то взял и, значит, ну, переехал к вам. То есть устраивает для вас такая история в данном случае. Понимаете, да? То есть это выглядит просто как, ну, невозможность для вас как-то вот простроить свои личные границы. Вы пишете, я его не звала, но не сопротивлялась. Не звали почему и не сопротивлялись почему. На самом деле, на мой взгляд, именно здесь заключается корень вашей проблемы. Я его не звала и не сопротивлялась. То есть я этот момент для себя никак не обозначил. До меня он жил на работе, другого жиля в нашем городе у него нет. Приехал ко мне и вскоре уволился, а мы втроём живём в однокомнатной квартире. Ну, то есть, довольно за минутом получается пространство. Я работаю на удалёнке, всегда из дома за редким исключением. Он теперь тоже работает из дома, сам выполняет заказы. Получается, я работаю за столом на кухне, а он в комнате. Вас так устраивает? Итак, каждый день я понимал, что очень устало, потому что мы всё время вместе, мне нет возможности попить одной. Ну, вы много-много говорите о том, что ждёте, когда он идёт на работу, но я не очень понимаю, почему вы не можете выйти. Ну, почему вы не можете погулять, почему вы не можете встретиться с друзьями и так далее. То есть, ну просто, в качестве варианта. То есть, почему он-то только. Так. Вот. Как только у меня перерыв в работе, он приходит обедать или пить кофе, или делаем какие-то домашние дела вместо. Но, опять же, вы можете их не делать. Так. Я испытываю настоящее облегчение, когда оно идёт хотя бы на час. Мне очень важно иногда быть одной, а такой возможности мне не стало после уволнения мужчины с его прежней работой. Я вам верю, я верю вам, что вам важно иногда побыть одной. Но у меня такое ощущение, что вы обнанучили эту потребность в себе как будто бы недавно. Вот. Знаете. Иначе бы, наверное, вы забили тревогу сразу после того, как мужчина уволил. Вот. Так. Дальше. Я говорил ему об этом помягче. Он вроде понимает, но ничего не меняется. Говорит, что ему выгоднее работать на себя, есть вариант работы, но вот уже полтора месяца работать только из дома. Ну. Это, в принципе, его право, если ему так удобнее. Вопрос в том, что вы почему-то говорите помягче, и вы пишете, что он обещается, если я говорю ему, что хочу одно побыть. И как вы на это реагируете с чувством вины? У нас от всего этого начали портиться отношения. Ну, опять же. Опять же. Я не думаю, что здесь в полной мере, можно говорить про отношения, точнее про их порцию. Я думаю, что здесь больше имеет смысл говорить о том, что вы делаете для того, чтобы отношения испортились. Дальше. Иногда я вечером наложусь в постель с одним желанием побыть сама с собой хотя бы полчаса перед сном. Мне даже не хочется, чтобы он меня обнимал. Я воспринимаю это как вторжение в мое личное пространство. Ну, это вполне нормальная реакция. Только есть ощущение, что, опять же, ваша психическая активность происходит исключительно внутри вас, не выражается. То есть, есть ощущение, что проявляете вовне вы гораздо меньше, чем происходит это внутри вас. Он обижается, не может понять, что мне необходимо иногда отдохнуть от людей. С одной стороны, да, с другой стороны, вот как вы реагируете на его обиду и что это для вас означает. Это означает для этого, например, что человек вас не принимает такой, какая вы есть. Вот, это такой момент. И следующий момент. А если вы хотите от людей отдохнуть, например. Вот. А если вы хотите отдохнуть, не считаете ли вы это проблемой? То есть, не хотите, ну, как-то поиследовать это, то есть, ну, например, что вас напрягает в людях, что вы хотите отдохнуть. Вот. Связано ли это с тем, например, что вы как-то вот напрягаетесь, общаясь с ними почему-то, да? Вот. Может быть, растворяетесь в них. То есть, ну, то есть они, они, в смысле, в смысле люди как-то вас, вот, может быть, подавляют, подавляют и так далее. Вот. Связано ли это с тем, что вы работаете удаленно? Вот. Ну, как-то вот связано ли это с этим, да? Вот. Это очень важный момент. Дальше. Раньше я успевал заскучиться за день. У нас был понятный режим жизни, я вечером встречал его с ужином, накрашено и причесано. Теперь мне приходится делать всё при нём за собой, указывать о домашних делах и в течение дня он видит меня в разных видах. Я очень устал от его постоянного присутствия. Не кажется ли вам, что здесь вы, как-то говорите, больше о непринятии себя? Потому что, ну, вообще-то это нормально. Вас видят в разных видах. Мы же не говорим только о, ну, только о, ну, гостевом, то есть как бы жизнь, она вот предполагает наличие разных видов. Вот. Поэтому, тут как бы вы говорите про стыд какой-то. Вот. Вы тут говорите про стыд, на мой взгляд. Вы здесь говорите про стыд, а вы здесь говорите про вот какое-то довольно серьёзное непринятие, я повторюсь, себя. Да. Вот. Это очень важный момент. Дальше. Я очень устал от его постоянного присутствия. Зачем они конкретно вас напрягают? Ну, чем конкретно? Как-то вот если опредметить. Вот. Дальше. Так, там уже комната у нас всего одна, спрятаться негде. От чего вы хотите спрятаться? То есть, спрятаться, это про страх. Ну, вообще-то. Да? То есть, люди прячутся, когда боятся. Чего боитесь вы? Дальше. Так, к тому же, так, я начинаю часто задумывать всё происходящее, и мысли приходят мне в его пользу. Ну, опять же, я не думаю, что прямо до этого вы не знали, да, что у него такая ситуация. Так что сейчас это выглядит как тенденция, попытка к тому, чтобы оправдать свои чувства. Вот. Большая часть его заработка уходит на алименты и поддержку его мамы пенсионерки. У него трое детей. Раньше мне было всё ровно, теперь я думаю, получается, он в моей квартире зарабатывает на содержание своих детей и мамы, я испытываю дискомфорт, одни и получают другие люди. Что ж, вполне справедливо. Но, это, повторюсь, выглядит как просто оправдание вашим чувствам. Именно чувствам. Вот. То есть, чувства пришли, и вам нужно их как-то оправдать. Оправдать. Такая история. Эмммм. Меня это начинает раздражать. Я с ним говорил об этом, что мне нужно иногда побыть одной, но ничего не меняется. Ну. Опять же, как вы говорили? И ставите его перед фактом. Ставите ли вы его перед фактом? Иногда он говорит, что завтра пойдет на работу на весь день. И в итоге все отменяется. Вчера вечером он сказал, я еду на два часа. В итоге вернулся через двадцать минут. Передумал ехать из-за пробок. Я постоянно жду, когда он наконец начнет ездить на работу. Я постоянно обламываюсь. Вопрос, как деликатно я доходчиво объяснить мужчине, что мне нужно побыть одной. Никак, если он не хочет понимать, рассмотреть вариант, самой куда-нибудь выйти и побыть одной. Например, покулять. Вот. Вы можете побыть одна на улице, когда проходите куда-то и так далее. Но если вы не хотите выходить из своей квартиры. Вот. Что в принципе имеет место. Вот. То никак. Потому что в силу вот вашей такой некоторой, может быть, мягкости излишней, мужчина не воспринимает вас, судя по всему, всерьез. Либо держится за жилплощадь, за удобство, за комфорт. Вот. Что вообще делать в такой ситуации? Ну, можно, повторюсь, в зависимости от того, что вы считаете проблемой. При желании вопрос можно легко перевести в сферу юриспруденции. Да. Вот. Ваша квартира и мужчина не имеет права на ней находиться, в ней находиться, если вы против. При желании можно перевести в этом ключе диалог. Вот. При желании можно рассмотреть вариант, от чего вы хотите спрятаться. И вопрос принятия себя. Потому что, вот, когда вы говорите о том, что, например, он видит вас в разных видах. Это больше просты. Может ему предложить выборы, или ты выходишь на работу, или я буду ездить в офис. Офиса у нас, правда, нет. Так как, куда вы будете ездить тогда? Непонятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по своему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. На всякий случай скажу в заключении следующее. Либо это работа с личными границами вашими, и с умением формировать и отстаивать свое личное пространство, которое у вас есть. Либо это работа с вашим страхом, стыдом, самооценкой, возможно, и следствием развода. Потому что мне показалось, что ваша потребность встречать его, так сказать, накрашенной и причёсанной, это вот из такого желания формализовать отношения. То есть сделать их более формализованными, но менее близкими. Такое ощущение, что вам в близости с человеком некомфортно. Это тоже момент. Вот. Ну и наконец, что вы вообще к нему чувствуете. Вот. То есть, что вас связывает, что вас объединяет. Удачи вам. Всего самого доброго. Доброго. Доброго.